Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря, как уже отмечалось, продолжаем следить за британской статистикой. В 7.00 по GMT данные по инфляции в Англии. В 10.00 по GMT темпы экономического роста еврозоны и данные по промышленному производству. В 15.00 по GMT выступление главы британского регулятора Эндрю Бейли. В 15.30 традиционный отчет для среды данные по запасам нефти в США. И здесь точно может быть сюрприз, учитывая то, что несколько часов назад американский институт нефти сообщил о том, что запасы выросли на 8,5 миллионов. Да, между показателями есть определенный процент корреляции. Если предположить, что и сегодня от официального источника, от администрации энергетической информации мы увидим похожие цифры, надеюсь, что хотя бы этого релиза будет достаточно, чтобы вернуть на рынок нефти продавцов. И под закрытие торговой сессии можно даже сказать, что в переходе на торговую сессию четверга будут данные по Японии. Показатель ВВП в 23.50 по GMT. Давайте по порядку. Индекс доллара 104.66, хай вчерашнего дня 104.84. Я не ожидал, что мы так быстро сможем приблизиться к нашей долгосрочной цели в 105 пунктов. Хотя, если оглянуться назад и посмотреть на тот триггер, который был на рынке, и триггер, который стал причиной роста интереса к доллару, становится понятно, что для доллара это еще не предел, потому что мы получили дополнительную фундаментальную базу, чтобы оправдать это восходящее движение. Американский регулятор сомневался в том, что пришло время, и либо были созданы достаточные условия для того, чтобы смягчать экономическую политику и данные по инфляции, это явно подтверждает. Базовый индекс потребительских цен США 3,9% то же самое значение, что было два месяца назад, хотя аналитики прогнозировали уровень 3,8%. Многие считали, что снижение может составить и 0,2% до 3,7%. Хотя я вчера вам также подчеркивал со своей стороны исключительно свое субъективное мнение, что очень оптимистичные ожидания, и мне было неясно, с чем они были связаны, поэтому я предложил вам все-таки рассчитывать на какой-то сюрприз в этой статистике и на то, что все будет не так, как ожидает большинство. И цифры, напротив, могут оказаться ниже, чем прогнозировали эксперты. И, соответственно, эти цифры должны убедить покупателей, как следует навалиться на курс американского доллара и отправить его к новым локальным максимумам. Так оно и случилось. Общий показатель инфляции снижения было зафиксировано с 3,4% до 3,1%, но прогноз предполагал спад до 2,9%. То есть здесь тоже оказались неверными оценки, что, может быть, еще больше возбодрило покупателя американского доллара. Чтобы быть уже максимально объективным, я предлагаю не рассуждать на тему того, как на эти данные будет реагировать американский регулятор. Мы можем просто посмотреть на инструмент FedWatch Tool на два ближайших заседания, это мартовское и майское, и оценить, как изменилась вероятность снижения ключевой процентной ставки после выхода данных по инфляции. Так вот, в марте эта вероятность снижения ставки сейчас уже меньше 10%, 9,5%. А в мае, хотя в мае была уверенность, что, наверное, это то самое заседание, когда первое снижение ставки может быть анонсировано. Буквально до выхода отчета у нас эта вероятность составляла 48%. Сегодня уже это 34,7%. То есть продолжает снижаться. И кто знает, друзья, если мы получим в ближайшей неделе дополнительное подтверждение роста потребительской активности, то точно сможем продолжить рассуждать на тему того, а что если инфляция будет даже демонстрировать признаки усиления и роста, конечно же, в этом случае даже май не будет тем самым заседанием американского регулятора, когда монетарная политика может быть скорректирована. В сухом остатке, на текущем этапе, у нас очень хороший заряд для роста доллара. Мы его частично уже отработали вчера после выхода отчета по инфляции. Я допускаю, что может быть локальная коррекция, но все-таки доллар пока заряжен на дальнейшее восстановление и ждем соответственно движения этого актива выше 105 пунктов. Золото в соответствии с нашим прогнозом, обвал, снижение, резкая, опять же, нисходящая динамика, тестирование уровня 2000 долларов за тройскую унцию и по сути уже закрепление ниже. Текущие котировки 1992 доллара за тройскую унцию. Ожидание. Я полагаю то, что на том резком движении, которое было зафиксировано, сейчас мы можем оценить рыночный сантимент и убедиться в том, что толпа по-прежнему сидит в длинных позициях и сейчас показатель распределения лонгов и шортов, он прям очень интересный для того, чтобы принимать решение о том, стоит ли удерживать и дальше эти короткие сделки. 80% трейдеров сейчас покупают золото и всего лишь 20% находятся в коротких позициях. Я думаю, что мы можем поставить уже следующий целевой ориентир снижения по золоту. Это отметка 1970 долларов за тройскую унцию и давить на золото. Будет доллар, будет резкий рост доходности американских облигаций. Сейчас по десятилеткам уже показатель доходности 4,3%. Это максимальное значение с ноября. Очень интересно посмотреть на фоне этого обвала, как изменится позиция институционалов. Но придется дождаться. Отчет Американской комиссии по торговле товарными фишерсами, CVTC, он выйдет в эту пятницу. В понедельник к нему вернемся и подсвечу, как изменилось. Это совокупная позиция. Евро против доллара 1,0713. Ждем снижения уже ниже отметки 1,07. Сегодня данные по ВВП и промышленному производству. Здесь тоже могут быть сюрпризы. По ВВП это финальная оценка показателей экономического роста за четвертый квартал. Прогнозы предполагают, что в годовом выражении рост составит 0,1%. Я думаю, что может быть пересмотр до нулевой отметки. А по промышленному производству здесь понятно, что ждем исключительно слабые цифры. В годовом выражении спад на 4,8% прогнозируется. Я думаю, что это может отправить евро-доллар ниже отметки 1,07. По британской валюты здесь немного другой взгляд и он оптимистичен. 1,26 текущей котировки. Я думаю, что фунт может оказать сопротивление доллару. Поэтому до конца этой недели, с учетом того отчета, который уже был опубликован ранее того, что мы ждем в предстоящей торговой сессии, я думаю, то, что мы можем поддержать лонги с целями 1,2750. По данным, которые вышли накануне, это данные по уровню безработицы, снижение с 4,2% до 3,8%. Занятость выросла на 72 тысячи. Сегодня ожидаем отчет по инфляции в Англии и по прогнозам индекс потребительских цен может вырасти. В частности, в годовом выражении с 4 до 4,2%, а базовая инфляция может прибавиться с 5,1% до 5,2%. То есть, она и раньше была самая высокая среди всех развитых стран. Если ожидания оправдаются, то показатель станет еще выше. И вы наверняка знаете, что должен делать банк Англии в связи с такими релизами. Поддержка для фунта должна прийти, тем более, что вечером выступает Белли. Думаю, он напомнит о том, что сейчас главная траектория, либо тактика британского регулятора, это держать ставки высокими. Поэтому рост фунта более чем вероятен. Доллар-иена 150.40. Здесь также сделали нашу долгосрочную цель, добрались до отметки 150, верили в то, что этот уровень будет достигнут на фоне контраста монетарных политиков. И оказались все правы. Сейчас предлагаю зафиксироваться, тем более, что сегодня вечером выйдут данные по ВВП Японии. Ожидаются очень хорошие показатели. Пересмотр квартального показателя с минус 0,7% до 0,3%. И да, очень высокая вероятность сейчас коррекционного отката. Поэтому предлагаю понаблюдать несколько торговых сессий, последующих, как поведет себя доллар против иены. И если мы поймем, что доллар сохраняет уверенность в себе, то можно будет снова заходить в длинные позиции уже с целями на отметке 152-153. Может быть, хотя бы там, в Банке Японии, задумаются о возможности валютных интервенций. Также была сделана цель по паре доллар-канадец 1.3558. Текущие котировки предлагаю держать до уровня 1.36. Ну, то есть мы уже выше отметки 1.35. Если в ближайшие торговые сессии и даже сегодня нефть еще даст коррекционную откату, тогда точно доллар-канадец улетит еще выше. Рынок нефти 82.65. Причины для снижения доллар и ожидаемое увеличение запасов нефти США на фоне данных от Американского института нефти. Давайте тогда дадим еще один шанс рынку и фундаментальному фону, чтобы он оправдал вот это вот снижение. И хочется верить, что бренд закрепится в ближайшие дни все-таки ниже уровня 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok